Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный календарь на июнь 2016 года. Каждый год 31 мая Святая Церковь чтит память Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. На этих соборах, иначе собраниях, епископы, пастыри и учителя Церкви, по примеру святых апостолов, собирались для уяснения вопросов веры, непонимания или неточные столкования которых вызывала смуты и ереси среди христиан и угрожала расколом. Также на Вселенских Соборах утверждались правила церковной жизни, правильного православного исповедования христианской веры для всех христиан. Один из древнейших христианских праздников, приполовение Пятидесятницы, имеет шестидневное попразднество, в течение которого на службах в раме поются песнопения приполовения. На седьмой день, в среду 1 июня, совершается торжественное отдание приполовение Пятидесятницы. Для Святоуспенской Святогорской Лавры этот день памятен еще тем, что почти сто лет назад, в годы исповедничества и мученических страданий за православную веру, 1 июня 1918 года в святых горах приняли мученический венец два насильника обители. Имена святогорских новомучеников, убитых монахов Ануфрия и Израиля, еще ожидают прославления церковью. В четверг 2 июня православной церковью отмещается обретение мощей святителя Алексея, митрополита московского, всеяруси чудотворца. 14 век, смутное время княжеских междоусобиц, гнета Золотой Орды и великих нестроений и распри в самой русской церкви. Таковы были условия пребывания святителя Алексея на митрополитчей кафедре. Несмотря на все это, святой непрестанно заботился о своей пастве, ставил епископов, устраивал общежительные монастыри по образцу Троицкого, основанного преподобным сергием, мудро налаживал отношения с ордынскими ханами, не раз лично посещая Золотую Орду. Через 50 лет по представлению святителя, в 1378 году чудесным образом были обретены его честные мощи и стала праздноваться память святителя. В пятницу 3 июня церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери. Это празднество – одно из самых древних, самых известных и любимых икон Пресвятой Богородицы, установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмедгирея в 1521 году. В Свято-Успенской Святогорской Лавре этот день почитается как один из престольных праздников. Один из храмов, что силами Святогорской обители устроен в здании школы в селе Никольское, посвящен в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. В этот день в школьном храме традиционно совершается архиерейское богослужение. В евангельском чтении этого воскресного дня апостол и евангелист Иоанн рассказывает нам об исцелении Иисусом Христом слепорожденного. Также повествуется о том, какую реакцию это небывалое чудо вызвало у тех, кто стал его свидетелями. О лицемерии фарисеев и книжников, духовной слепоте учителей израильских. Святая Церковь на примере этого евангельского сюжета показывает нам, что очень важно прежде всего заботиться об исцелении своей души, дабы ей не быть слепой и прозреть. Учить верности Христу, могущей победить нашу духовную слепоту. Субтитры создавал DimaTorzok